Ну, во-первых, краткой нотацией то, о чём хочу сказать. Да, тут неоднократно говорится о нежелательных явлениях, но есть и другой аспект проблемы, если смотреть на эту проблему, в том числе я имею в виду эндокринологию, с другой стороны, об этом мы поговорим. С другой стороны, мы коснёмся таких вещей, как эстрогены, стероиды и щитовидная железа. И потом ещё немножко поговорим о резистентности к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа и, возможно, и в возможностях воздействия и на резистентность, и на чувствительность к этим препаратам. Значит, тут много говорилось, какие есть препараты, я не буду останавливаться. Единственное, хочу сказать, что применительно гипергликемии, нарушению толерантности глюкозы, можно выделить те препараты иммуногруппы, которые так или иначе оказывают влияние на развитие отклонений. И мы видим, что ПД-1 ингибиторы, они довольно серьёзным образом могут влиять на гипергликемию, скажем, на тощак в том числе. А если мы имеем в виду комбинированную терапию, то там существенным образом возрастает. И как возрастает как частота просто гипергликемии на тощак, так и серьёзных проявлений гипергликемии, вплоть до явного диабета. И это, в общем, уже достаточно известно. И вот в свете современной ситуации мы можем, я всё-таки к тому, о чём говорила Галина Юрьевна, частично вернусь, что всё-таки есть комбинация не из двух компонентов, то есть, например, ингибиторы контрольных точек и злокачественные образования, а, видимо, надо всё-таки в наше время говорить о трёх компонентах и при этом упоминать, значит, инфекцию коронавирусом-19, и это важно. И, значит, вот один из председателей недавней конференции COVID-19 и злокачественного образования говорил о том, что мы не видели серьёзных последствий, когда больные на ингибиторах контрольных точек подхватывали COVID-19. И вопрос, он так говорил, состоит в том, улучшается ли состояние таких больных после присоединения ингибиторов контрольных точек. И он говорил таким образом, что ни один, ну, по его данным так было, ни один из исследователей не изучал этот вопрос, но не исключено, что положение больных может сдвигаться в лучшую сторону, давая тем самым какую-то надежду тем, кто этим вопросом интересуется. Но сейчас нам стоит поговорить о последствиях использования ингибиторов контрольных точек и индуцированных ими нежелательных явлений. То есть не столько об этом, сколько о том, как предшествующие гормоноассоциированные сдвиги протекают при попадании в организм упомянутой вирусной инфекции, какой может быть инфекции, какой может быть реакция на ингибиторы контрольных точек. Значит, если мы посмотрим, то действительно об ожирении и о сахарном диабете, на мой взгляд, надо пока продолжать со знаком минус. Почему так происходит? Потому что при диабете и ожирении, вот это важнее, может быть, даже чем повышение частоты этой заболеваемости. Здесь важно, какая будет реакция потом. И при диабете и ожирении получается, что высшую уязвимость к повреждению коронавирусом, с одной стороны. И это действие происходит, в том числе сейчас об этом часто говорят, через ангиотензин, превращающий фермент, который является рецептором коронавируса. И поэтому это существенный вопрос, который, так сказать, расширяет подходы к решению этих вопросов. С другой стороны, по большинству сообщений, и сахарный диабет, и ожирение утяжеляют течение COVID-19 и повышают риск летального исхода. Хотя, как мы все знаем, сахарный диабет, возникающий на фоне приёма ингибиторов контрольных точек, это всё-таки преимущество диабет первого типа, то есть аутоиммунной природы. С другой стороны, это меньше известно. Сахарный диабет второго типа оказывает заметное влияние на метаболизм эстрогенов. Это уже имеет, как я сейчас покажу, непосредственное отношение к тому, из-за чего возникают новообразования гормонозависимых тканей. Вот смотрите, есть классические эстрогены, типичным примером является эстрадиол. Под его влиянием, то есть из него возникают катехол-эстрогены, так называемые, к которым относятся 16 на альфа-2-гидрокси и 4-гидроксиэстрогены. А они под влиянием фермента, который называется катехол-ометилтрансфераза. Если наблюдается его дефицит, то он усиливается при сахарном диабете. И не происходит превращение катехол-эстрогенов в их метилированные и производные, то есть метоксиэстрогены. И в итоге накопление прежде всего 4-гидроксикатехол-эстрогенов способствует как угнетению клеточного иммунитета, так и канцерогенез. И применительно к эстрогенам и некоторым другим стероидам можно дополнительно отметить, что они могут быть вовлечены и во взаимоотношения иммунной системы и опухолевого роста. Каким образом это происходит? Обычно говорят, что заболеваемость чаще ковидом наблюдается у более пожилых пациентов и у мужчин. Но теперь всё это как бы сдвигается, и мы должны действительно следить за тем, что происходит и в литературе, которую мы видим, и в других источниках. Но вот получается таким образом, что эстрогены, они как раз в этом смысле плохо влияют. А если проводится при раке предстательной железы андрогенная блокада, ну там, скажем, антиандрогенами или полная блокада тогда подключается, орхектомия может быть сделана и так далее, то получается, что андрогенная блокада и эстрогены тормозят вхождение вируса в клетки хозяина. А под влиянием андрогенов получается противоположная реакция, и это отражается также на влиянии андрогенов и эстрогенов на иммуномодулирующие аспекты. И в том числе, когда тут говорят о проинфломаторных цитокиногинах и цитокиновом шторме, это всё может иметь отношение к тому, о чём мы сегодня говорим. Ну и о щитовидной железе можно сказать не только в плане последствий, которые касаются нежелательных явлений, будь то гипотиреоз или гипертиреоз, а можно сказать и таким образом, что тиреотропный гормон и эстрогены вообще рассматриваются как факторы роста нормального и малигнизированного тиреоидного эпителия. Это важный момент, который не позволяет сбрасывать со щитов щитовидную железу и вот эти факторы. А с другой стороны, тут говорилось справедливо, что ингибиторы контрольных точек привели к революции в лечении целого ряда новообразований, и Светлана Анатольевна перечисляла это в своём сообщении, какие теперь новообразования, собственно, находятся под прицелом и предлагаются как мишень для лечения этими препаратами. Но и нередко теперь эти ингибиторы контрольных точек сочетаются с ингибиторами так называемой серинпротеиновой киназы. Вот это химиотерапевтам препараты уже известны, вемурафенип, он называется зельборав. Как ударение? Зельборав. Зельборав, да. А с другой стороны, это препарат, который, значит, имеет отношение и к другой группе, а именно, скажем, при лечении, там, доброфенип, это я сказал, тофенар, а с другой стороны, при медулярном раке щитовидной железы используются ингибиторы тирозиновой протеинкиназы. Прежде всего, там имеется в виду, там и капрельсу можно встретить, и вандатониб, действительно, и так далее. То есть, тут имеется сочетание, которое заставляет нас учитывать не только, значит, вот воздействие под влиянием ингибиторов контрольных точек, которые приводят к каким-то последствиям, но речь идёт о том, что и в самом начале этого пути мы уже должны обращать внимание на появляющиеся новые препараты. И если мы говорим о резистентности и чувствительности к ингибиторам контрольных точек, мы говорили и два года об этом тому назад, что нужно на это обращать внимание, то действительно, как говорила Татьяна Юрьевна, здесь это может определяться и кишечной микрофлорой, но тут также возможны и корригирующие эффекты, в частности, витамин Д и ацетилсалициловая кислота или аспирин, которые могут оказывать влияние и противовоспалительное, а также и некоторые типичные антидиабетические и гиполепидемические средства. А про витамин Д надо сказать, что да, есть предложение использовать его для лечения коронавирусной инфекцией-19, но, с другой стороны, про витамин Д говорят, что он может немножко снижать вероятность заболевания с сахарным диабетом, но это, так сказать, не все с этим согласны, хотя такие попытки делаются, но у людей с дефицитом витамина Д может быть и есть какое-то влияние, но то, что он точно делает витамин Д, он снижает частоту аутоиммунного тиридита. А аутоиммунный тиридит – это в конечном итоге то или иное проявление тоже такой определенной иммунологической реакции. И очень важно поэтому обследовать пациентов. Наши коллеги-химиотерапевты знают, что это нужно делать, эти анализы, перед тем, как начинается терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. И теперь уже задаются вопросы, какие препараты сейчас предлагаются для лечения COVID-19 с эндокринологических позиций. Во-первых, указывается, что гиперкликемия сама может предсказывать смертность от COVID-19 даже в отсутствии явного сахарного диабета. Значит, важно все равно использовать какие-то подходы, в том числе, видимо, и фармакологические. И среди антидиабетических средств, ну, мы уже, я думаю, несколько десятилетий занимаемся таким препаратом, к которому относится метформин. До этого был фенформин, теперь метформин. И вот уже есть работы, причем в серьезных журналах, которые называются так «Метформин и COVID-19», например. И, с другой стороны, есть и другие препараты среди антидиабетических, которые, с одной стороны, нормализуют уровень сахара в крови, но, с другой стороны, они являются весоредуцирующими. То есть под их влиянием снижается масса тела. То есть то ожирение, о котором речь идет, оно немножко уходит в сторону. И поэтому вот эти препараты, которые относятся к ингибиторам натрия-глюкозного квадратспортера второго типа, они называются SGLT2 или глифлозины, если коротко говорить. Вот есть работы уже, в том числе и у нас есть работы, где модифицируется ли онкологическая заболеваемость под влиянием вот этих ингибиторов SGLT2. Но есть и другой важный аспект проблемы, на который редко пока обращают внимание. Дело в том, что во время COVID-19 инфекции было выявлено накопление липидов в клетках легких. Мы вот часто говорим, что как же там надо компьютерную томографию делать, там пневмонии могут возникать и так далее. Но один из механизмов связан с тем, что там накапливаются липиды в клетках легочного эпителия, и это свойственные инфекции COVID-19. Такая литература есть. И, соответственно, это обосновывает применение как статинов, с одной стороны, которые достаточно эффективно снижают уровень холестерина и могут и здесь быть полезны, а также противовоспалительные препараты типа аспирина, о котором я говорил, и ряд других противовоспалительных средств. То есть, если останавливаться коротко на выводах, то с эндокринологических позиций представляют важность не только гормонально-метаболические нарушения, индуцированные ингибиторами контрольных точек иммуноответа, но и, безусловно, предшествующая эндокринная патология, в частности, сахарный диабет и ожирение. В ответ на вопрос Татьяны Юрьевны там по поводу ожирения, что бывают работы, где якобы ожирение как-то не так плохо влияет на эту ситуацию, то на самом деле есть такое понятие, в эндокринологии им пользуется, парадокс ожирения. Причём не совсем понятно, с чем этот парадокс связан, но я просто... Объездите парадокс. То есть, я советую вам просто это запомнить, если это вас интересует, и вы увидите, что литература такая существует. Но мы пока говорим о том, что, скорее всего, нужно относиться со знаком минус, потому что это может влиять и на риск заболеваемости, и, главное, на степень тяжести течения этой вирусной инфекции. Состояние териоидного гомеостата и стероидного компонента, это прежде всего эстрогенов и андрогенов, может модифицировать степень угнетения клеточного иммунитета, наклонность к опухолевому росту и реакцию на попадание в организм вируса, приводящего к заболеванию COVID-19. А резистентность к эффекту ингибиторов контрольных точек иммунного ответа определяется набором из различных факторов, в том числе состоянием кишечной микрофлоры, о чём тут говорилось. Но не только кишечной микрофлоры, но, возможно, и других ареалов, потому что микрофлора есть и в ротовой полости, она есть на коже и так далее. Поэтому, видимо, надо на это обращать внимание шире. А чувствительность к этому варианту иммунотерапии, то есть к применению ингибиторов контрольных точек, не исключено, может быть оптимизирована, использована некоторых групп фармпрепаратов, включая ряд антидиабетических, я две группы назвал. Это бигуаниды антидиабетические, в частности метформин, и это ингибиторы, значит, CGLT2, то есть кофакторов, которые переносят глюкозу в клетки, а также гиполепидемических и других противовоспалительных средств, если они будут рекомендованы. Благодарю вас за внимание, но должен показать ещё две картинки. Поскольку не всё однозначно в связях эндокринологии и современной иммунотерапии препаратами группы ингибиторов контрольных точек иммунного ответа, этот вопрос заслуживает дальнейшего анализа. Поэтому я говорю, что не всё однозначно, и в том числе в отношении ожирения. И с другой стороны, благодарю всех за внимание, тех, которые даже к нам подключились. Спасибо большое.